Альфа-самцами Мужчины, которые живут в позиции авторитаризма, патриархата, это не женское проклятие, это женское благословение. Это Бог так поцеловал женщин, сказав им, милые, вот я даю вам сейчас возможность для совершенствования своих женских качеств. И когда мы смотрим на это как на подарок, у нас появляется больше энергии, согласитесь, да, видеть в этом возможности, а не препятствия. В психологии Карла Юнга всем психотипам людей противопоставляются боги древнегреческого пантеона. И сильным, и властным мужчинам в ней, разумеется, соответствует верховный громовершец Зевс. Зевс — это архетип успешного мужчины. Это тот, кому принадлежало правление над материальным разумным миром. Все, что происходит на Земле, управлялось и покровительствовало Зевсом. Зевс — это мужчина, у которого вшита, встроена мотивация власти. Это мужчина, который генетически пришел на Землю для того, чтобы оставлять очень много потомства, потому что он создатель хорошего генофонда. И это то, что помогает нации выжить. Становясь спутницей жизни сильного и успешного мужчины, женщина, разумеется, вытягивает счастливый билет. Но ей необходимо усвоить некоторые житейские навыки, чтобы билет не стал путевкой в вечные споры, ревность и борьбу за главенство в доме. Первый навык — любование своей ролью. Я — победный трофей. Может быть, это звучит некрасиво, но это так. Когда женщина — жена, супруга, альфа-самца, это означает, что он ее выбрал, и она априори лучшая из всех вокруг существующих. В его жизни, безусловно, могут появляться другие энергетические подпитки. Но это состояние королевы — это энергия Геры, богини, которая могла жить с энергией Зевса долго. Это означает, что женщина — королева, которая просто не сравнивает себя с другими. Она не изнашивается на подозрения, она не изнашивается на слежки. Она внутри знает, что он так устроен. Я люблю его природу. Металл не может быть где-то мягким, где-то жестким. Это две стороны одной монеты. И когда женщина живет в этом контексте, любя свою роль, она научается очень мягко, давая нужное ему, получать нужное себе. Ее речь состоит из слов, которые кормят мотивацию власти. Когда ей что-то нужно, она обязательно отпросится. Она всячески показывает, что последнее слово за ним. И когда она отпросилась, когда она покормила его этим вниманием, когда она всячески напитала эту роль, да-да-да, ты главный. И последнее слово, безусловно, за тобой. Она получает свою долю свободы, в которой она может делать все, что она хочет. И это вопрос коммуникаций, тонких коммуникаций, мудрых коммуникаций. Говорят, жизнь не дает тех препятствий, которые мы не можем преодолеть. Находя в себе мудрость оценить по достоинству дар в виде сильного и успешного мужчины, женщина получает награду в виде благополучия и чувства защищенности, которого и ищет каждая из нас.